Итак, цвет. Какое влияние он на нас оказывает? Что очень интересно, какую бы сторону жизни мы с вами не затронули, так или иначе мы будем сталкиваться с влиянием цвета. Может быть это не так очевидно, но это проявляется. Это наше здоровье, цвет это наше здоровье. Это наше самочувствие, настроение. Это информация, которая с разных сторон поступает. Безопасность и даже выбор, который мы делаем, это тоже во многом происходит под влиянием цвета. Когда мы с вами говорим, собственно, о цвете, можно понимать, что всегда задействованы две стороны. Это свет, именно свет, а не цвет, и человек. Как объективного явления в природе цвета нет. Но у нашего мозга есть возможность конвертировать электромагнитные волны различной длины в цветовые сигналы. То есть цвет в чистом виде – это иллюзия. Еще в XVIII веке Михаил Васильевич Ломоносов говорил о том, что в нашем мозгу есть три типа клеток, которые отвечают за цветное зрение. Собственно, в дальнейшем это подтвердилось, и мы еще раз будем к этому возвращаться. Но начало было положено именно на уровне XVIII века. Диапазон, в котором мы воспринимаем цвета, очень невелик. Если мы посмотрим все известные на сегодняшний день человеческие измучения, то видимый цвет, а значит и цвет, это явление одного порядка, занимает всего на все вот такую небольшую долю. А влияние цвета на человека огромное. В основе механизма световосприятия лежит фотохимическая реакция. Как это происходит? У нас действительно в мозгу, так же, как это предположил Ломоносов, есть различные виды клеток, которые отвечают за цветное зрение. Их называют колбочками и палочками. Может быть, вы эту информацию помните еще со времен школы. Палочки отвечают за цветное зрение, за черно-белые картинки. Их достаточно много, 120 миллионов. В колбочке, которые отвечают за цветное, собственно цветное зрение, окрашены в 20 раз меньше. Их всего-навсего 6 миллионов. Может быть, именно поэтому у нас всегда первична для нас форма. То есть сначала мы облекаем что-то в форму, потом наполняем ее цветовым содержимым. Как происходит сам процесс? Луч света падает на рецепторы и происходит фотохимическая реакция, в результате которой выделяется энергия. Вот этот импульс, который в результате выделения энергии вспыщивает, он идет по нейрону, промежуточному мозгу. И вот здесь мы чуть-чуть притормозим. Если мы с вами говорим о том, что есть аналоги или заменители цветовосприятия, ну, допустим, такие, как компьютерные. На сегодняшний день ресурс компьютера цветовой – это 16,5 миллионов цветов. Достаточно серьезное оснащение. Но глаз от этого ненамного отстает. Дело в том, что даже у нетренированного человека глаз может различать при нормальных условиях восприятия до 200 различных цветов, различных цветовых тонков. У каждого цвета может быть от 6 до 20 градаций по насыщенности. То есть мы или замутняем цвет немножко, или оставляем его чисто. И у каждого варианта, применительно к исходным 200, перемноженным на количество возможных насыщенностей, есть еще около 500 градаций по яркой или светлотипу. Получается, что в результате мы не так сильно компьютеры и проигрываем. У нас ресурс порядка 10 миллионов цветов. Но различия между цветами настолько незначительны, что их заметить можно, но описать внятно. с тем, чтобы потом маркировать просто невозможно. Поэтому их сокращают и в цветовых идентификаторах, таких как, допустим, усмотренных для полиграфии, это понтон или рал для строительных работ. Поэтому мы с вами искусственно суживаем диапазон исходных цветов с тем, чтобы можно было с ними. Рассматривают два способа восприятия цвета. И в соответствии с этим можно рассматривать два способа и синтеза цвета, то есть цветополучения. Первый вариант, он слева находится. Что это такое? Это восприятие цвета. Излучаемый вариант. Как это себе представить? У нас есть источник света. Мы на него можем надеть фильтр любого, любого цвета фильтр, и мы получим окрашенный световой поток. Базовыми цветами являются красный, зеленый и синий. Почему именно такой выбор? Потому что на сегодняшний день установлено, что именно эти три цвета, давайте я немножко приглашу, именно эти три цвета, вот такой же аромат, именно эти три цвета являются базовыми для восприятия всего многообразия других цветов. Именно эти цвета видит наш глаз. Для цветового зрения у нас есть три типа рецепторов, которые воспринимают красный, зеленый и синий цветы. И больше никак. Мы, разумеется, рассматриваем здоровый глаз. Где мы можем с этим столкнуться? На практике. Первое. Излучаемый цвет – это работа наших компьютеров. Излучаемый цвет – это наши телевизоры. Кроме того, мы можем с этим столкнуться и в других областях. Например, когда приходим в великолепные готические соборы и видим окрашенный поток света, который проникает сквозь теплое стекло. И совершенно справедливо говорят, что по силе воодушевления, которое дает нам в чистом виде цветовая энергия, с готическими соборами, с такого толка культового сооружения, рядом поставить невозможно ничего. Кроме того, сейчас излучаемый цвет используется при оформлении фасадов. Днем это может быть невзрачная стекляшка, а вечером она начинает преображаться и играет всеми цветами радуги. Ну и кроме того, это еще и всевозможные приемы работы со светом в театре, в кино, в шоу-бизнесе. Вот один из таких примеров. Их множество. И сейчас уже, в общем-то, и не бывает исключений. Неважно, классического толка это произведение или абсолютно новаторское, мы уже привыкли к тому, что это идет в сопровождении определенного цвета. Это первый вариант восприятия, привязанный к цвету излучаемому. Второй вариант восприятия – это цвет в отраженном варианте. И здесь это можно с чем сопоставить? Если первый вариант излучаемый цвет – это цвет солнца или свет солнца, то второй вариант – это свет Луны в отраженном свете мы все видим. И здесь мы с чем сталкиваемся с вами? С тем, что мы как заменитель собственного цвета, излучаемого цвета, начинаем использовать пигменты, то есть краски. А адекватно передать энергию цвета через краску не всегда удается, а чаще всего не удается. И у нас всегда происходит конвертация, то есть приспособление одного варианта под другой. Две мы можем столкнуться с вторым вариантом. Это живописные полосы любого свойства. Неважно, на каком этапе они делались, в такое времена, это всегда цвет отражен. Это фотография, и как бы красочной она ни была, все равно она все богатство, палитры, природные передать просто не смогла. Это весь предметный цвет. Неважно, чего он касается. И то, что чаще всего, с чем мы работаем в дизайне, предметный цвет. И это полиграфия. Но вы наверняка сталкивались с тем, что, допустим, когда вы выводите картинку, яркую, сочную, на монитор, потом пытаетесь ее распечатать, адекватной картинкой вы никогда не получаете. И вот здесь как раз работает то, что монитор у нас понимает один язык цветовой, в излучаемом варианте, а второй вариант – это только аналог. А аналоги всегда потеряются. Систематическое изучение цвета. Когда началось? Можете мне сказать? Не задумывались над этим? А может быть, имя назовете? Круг такой был, на короче. Был круг, да. С чьей подачей-то он разил? Я понял, что что-то светит, как-то не было. Ньютон. Ньютон. Лицо непроходное, скажем так. Но с цветом он сталкивался совершенно случайно. Он занимался изучением работы лиц. И когда он однажды пропустил луч солнечного света сквозь треогранную стеклянную призму, он увидел ряд цветных составляющих, на которые этот белый луч света разложился. Собственно, с этого и началась вся история. Он назвал семь составляющих. Вот это его опыт. Почему именно семь? Можно было бы любое количество подложить. Но на самом деле это в полной мере оправдан. Ньютон был не только великолепным механиком, то есть ученым от физики. Он был и человеком посвященным. И он знал, что семь – это число соправленное. Не просто так возникло это в истории. На тот момент было известно семь тел нашей галактики. Это Солнце, Луна и плюс пять известных планет. Была разработана музыкальная теория достаточно хорошо. И он привязал это к звуковому ряду. Семь бот-бактейли. Кроме того, он не сам, собственно, это все придумал. Он позаимствовал эту идею Пифагора. Еще в VI веке до н.э. в пифагорейской школе изучали теорию гармонии, музыкальную. И к этому же привязывали цвета. И, собственно, это уже на новом уровне возникло на границе 17-го и 17-го века. Он это явление назвал спектром. Если мы с вами буквально будем переводить, то это видение или видение. То есть то, чего нет, но то, что на самом деле мы с вами видим. Мы можем рассматривать два вида цвета. Первое, или два варианта цвета. Первое – это хроматические цвета, англического хромос цвета. То есть цвета окрашены. И они, именно из них мы с вами можем составить цветовой круг или цветовое пальцо. Как на начальном этапе будет. И это все цвета спектра плюс пурпурная группа. Почему пурпурная? Потому что это, по сути дела, не искусственно полученный цвет. Когда линейку спектра замыкали в круг, то получилось выложение фиолетового конечного и начального красного. И при выложении этих двух цветов образовался пурпур. И в данном случае он дан в градации. Это так называемые хроматические цвета, то есть окрашенные. Ну и впереди мы будем говорить, разговор у нас пойдет именно о хроматических цветах. И цвета ахроматические. Это черный, белый и градации серого. Хотя для физиков, если строго говорить, то таких цветов просто нет. Они существуют для дизайнеров, художников. Почему? Потому что для физиков стопроцентный цвет – это белый. А значит, цвет уже. Черный – это полное отсутствие цвета. Абсолютный ноль. Но с позиции дизайна и живописи – это немножко не так. По-другому разу. Вот то, что мы до сих пор рассмотрели, все непонятно, какие у вас вопросы. Тогда идем дальше. Возвращаясь к механизмам цветовосприятия, мы с вами продолжаем путь по нейронам. Значит, получили электрический импульс, дошли до промежуточного мозга. За что отвечает промежуточный мозг? Он многофункционален, но одна из функций – это он отвечает за вегетативную нервную систему. Что такое вегетативная нервная система? Это неконтролируемые нашим сознанием процессы в организме. Как мы дышим, какой у нас пульс, какая глубина дыхания и так далее. Если мы не спортсмены или специально на это не натренированы, то мы крайне редко на это обращаем внимание. Только в крайнем случае. Но на уровне промежуточного мозга абсолютно все, без исключения, независимо от пола, возраста, национальной и расовой принадлежности, реагируют на цвет абсолютно одинаково. Допустим, у нас есть мощное воздействие красного цвета. Допустим, погружаемся вот в такую достаточно агрессивную среду. Что происходит? У нас повышается кровяное давление, независимо от нашего желания. У нас учащается пульс, глубина дыхания сразу больше становится, и сразу возрастает мускульная сила. Вот почему будет? Добычился, как бы на красную тряпку реагирует. Будет не видеть красного цвета, он просто чувствует воздействие электроматильных волок. Но он напрягается, ему это не нравится. У нас, может быть, не с негативным значением, но напряжение тоже наступает. Но ненадолго, минут на 20. А дальше идет откат, ослабление. Но если мы раздражитель не снимем, соответственно, мы сначала устанем, потом станем раздражительными, а потом это может перерасти в обриси. Антипод красного, синий цвет, с точностью до наоборот, понижает давление, даже ниже уровня положенного. Пульс становится поверхностным, дыхание тоже. И, соответственно, он нас настолько расслабляет, что мы можем впасть в отцепенение при определенных условиях. Зеленый цвет, он выравнивающий. Это самая, наверное, благодатная, центральная часть спектра, самая благодатная воздействующая на нас цвет. Он нас успокаивает, активизирует и продлевает возможности нашего мыслительного аппарата. Почему до сих пор в ваших библиотеках лампы под зелеными абажурами стоят? Долго можно поддерживать активность воздуха. Он приводит в норму наше давление. И, соответственно, нам комфортно становится. Почему, когда мы выезжаем на природу, нам всегда хорошо будет? Отчасти потому, что в летнее время мы изобилие зеленого. С таких позиций давайте мы с вами рассмотрим физическую, даже не физическую, а физиологическую сторону воздействия цвета. С незапамятных приборов на Востоке существовала очень мощная система медицины. И она обращалась к человеку не как к сумме органов, скажем так, а как к целостной системе, встроенно функционирующей. До недавнего времени к Восточной медицине было очень скептическое отношение. Но сейчас, когда появились приборы, которые могут достоверно подтвердить то, что настулировали в свое время в восточные врачи, сейчас уже отношения немножко меняются. И вот учение о чакрах, я думаю, что о чакрах мы все с вами слышали, оно в плане взаимодействия с цветом очень интересно для нас. Почему? Потому что чакры основных, расположенных вдоль позвоночного столба у нас тоже 7. И каждая воспринимает определенную длину волны, соответствующую определенному цвету. И если мы пойдем с вами от корневой чакры, то есть от копчика, то мы будем подниматься от красного цвета через оранжевый, потом желтый, зеленый, голубой, синий и дойдем до фиолетового, до макушечки. Это стройная система. И здесь в каждой чакре привезена система органов. Кроме того, она многократно дублируется, она имеет выходы в другие системы. Поэтому это очень слаженный, многократно перестрахованный в своих действиях организм. Что получается? Если мы с вами недодаем на каком-то уровне цветовых впечатлений организма, то у нас начинается цветовое голодание. Почему? Потому что для нормального функционирования любого органа требуется энергетическая подпитка. А мы с вами уже говорили о том, что цвет – это энергия в чистом виде. Так вот, если мы эту энергию недополучаем, у нас получается цветовое голодание. И вот когда нам модные журналы рекомендуют, допустим, среду формировать по хроматических вариантам, вроде бы очень чистое решение выдержанное, стилистически оправданное, но здесь не хватает цвета. И это оборачивается сначала, скажем так, легкими недомогами, может обернуться, и высыпанием, а потом это может привести к системным сбоям на работе нашего организма. Вот очень интересный пример, в свое время привел один из полярных летчиков. Полярный летчик – это многочасовые перелеты через белую пустыню. Предельное напряжение. И вот как он описывал свое состояние. Представьте себе, что вы сидите в комфортном кресле, за вами жужжит пропеллер вентилятора, и вы смотрите в хорошо поделенный потолок. Но и так много часов. И вот для того, чтобы привести человека в нормальное состояние, что они сделали, когда он прилетал к месту назначения, ему несколько дней подряд показывали индийские фильмы. Это еще было советское время. Индийские фильмы цветные, эмоциональные, и вот таким образом его реанимировали, приводили в чувство. Казалось бы, вот такой, ну скажем так, в общем-то не очень значимый, на первый взгляд, момент, а на самом деле здоровье требует восстановления. И это при недостатке воздействия хроматических, то есть опрашиванных цветов. Мы еще будем возвращаться к физиологической системе, связанной с чакрой, и на примере рассмотрим, как это в нашем мире действует. А действует очень интересно. Кроме того, есть еще очень интересное явление, которое называется санэстезия. Что это такое? Если буквально переводить это слово, это слово «чувствование». Когда мы воспринимаем одним органом чувств раздражитель, допустим, яркий цвет, а потом у нас возникает в мозгу ощущение, что мы слышим звук или ощущаем запах. С чем это связано? Дело в том, что каждый наш орган чувств, а у нас сколько основных? Пять? У кого-нибудь больше есть? Два. Сколько? Девять, наверное. Девять. Ну там и равновесие, да? Да, и стегрированная пара. Ну все-таки в первую очередь мы аппетит. Слово на это, да? Это сенсорное общение с окружающим миром. Так вот, у каждого нашего из пяти органов чувств есть свой представитель головной мозги. И когда у нас идет крайне мощное воздействие на один орган чувств, допустим, мы увидим яркое цветовое пятно. Сначала идет возбуждение, а потом перевозбуждение. И вот это перевозбуждение перекидывается на соседний участок, отвечающий за другой орган чувств. И при некоторых обстоятельствах мы можем услышать цвет или пощупать его, или ощутить запах. Ну чаще всего мы на это не обращаем внимания, или у нас это за невостребованностью просто, ну, как бы не замечается. Но в истории были случаи с ярко выраженным вот таким с анестезическим характером. Например, великолепный композитор и исполнитель Александр Стрябин в границе XIX-XX веков. Он музыку видел в свете. У него были опыты по цветам музыки. Первый опыт был поэму «Прометей». И он придумал самый простейший аппарат для того, чтобы можно было соотносить звуки с цветами. Опыт удался. Он был предельно простой. Примитивный даже, можно сказать. Но он решил шагнуть дальше. И создать мистерию. А мистерия – это такой глобальный спектакль, в котором он мечтал задействовать природные формы, архитектуру, скульптуру и живопись, декламацию, танец, пластические искусства. То есть такое глобальное действие такого духовного характера. Он назвал это поэмой «Экстаза». Но, к сожалению, она не была реализована, эта идея. Но поэм «Экстаза» он еще и придумал новый нотный стан. У нас обычно пять ноток, пять линеечек для того, чтобы мы ноты записывали. А он вел еще и шестую, на которой он помечал, какого цвета, какой звук должен быть. К сожалению, это было не реализовано, но идея была глобальной. Или еще один пример. Допустим, литовский композитор и художник Николай Чурлёвс. Родоначальник, по сути дела, движения музыкального в Литве. У него целая серия сонадов. Допустим, сонады весны, анданте, бодрых, веселых. И если мы долгое время медитировать будем на эту картину, то, возможно, мы не только увидим, но и услышим то, что он закладывает. Или, допустим, соната «Лето» с керцем. А с керцем – это такая шутка, включенная в общий контекст соната. Или, допустим, соната «Пирамид» – очень ритмичное решение. В данном случае мы это рассматриваем как исключение из общего правила, хотя вот такими возможностями обладают практически все. И для примера, что можно было бы взять? Можно для примера рассмотреть всю линейку характеристик, допустим, ну или возможную линейку характеристик одного из цветов. Допустим, давайте возьмём жёлтый. Жёлтый цвет – самый лёгкий в цветовом круге. подвижный, позитивный, летучий. Он настолько эфемерен, что на него даже опереться невозможно. С точки зрения физиологической и психофизиологической, как он на нас воздействует? Первое. Жёлтый цвет привязан к чакре, которая находится примерно посередине нашего тела. Это солнечное сплетение. И это в первую очередь обращение к нашей пищеварительной системе. Активное включение. Правда, там есть выходы в другие органы очень мощные. Как это используется в нашем мире? Замечательно используется. Кто-нибудь является поклонником фастфуда из вас? Нет? Я не могу с ним. А? Мы? Ну, конечно, когда-нибудь все. Ну, пробовали-то все, да? Другое дело, что так, и ходим-выходим, да? Как это используют? Всем известная марка, да? Что на нас воздействует? Ну, известная марка, значит, мы можем доверять ей или не доверять. Но как работает в нашем случае цвет? Желтый цвет в первую очередь обращается к желудочно-пишечному тракту, да? Пищеварительной системе. И у нас уже под желудочком под желудочком сосет, да? И слюна начинает выделяться. И хотим или не хотим, мы уже начинаем думать, где бы перекусить. Красный цвет более мощное, активно действующее. А красным на рту зачем? А оказывается, корневая чакра красная, отвечающая за восприятие красной длины волны. Как она действует? Она отвечает за все чувства физического свойства. В том числе из-за чувства удовольствия. И вот нас приглашают откушать и плюс еще говорят о том, что мы еще удовольствие должны получить. А если мы вместе соединим эти цвета, то и на уровне физиологии, и на уровне символики это по сути дела мы приходим к палочности. То есть купить побольше и желательно подешевле, а потом нас прогоняют через систему посадочных мест, где мы ерзаем, сидим на неудобных стульях, быстро все съедаем и покидаем пределы этого заведения. И вот если мы даже обратим внимание на то, как рекламные ролики фастфуда идут, обратите внимание, когда мелькать будет. Что нам показывают? такую очень вожделенный взгляд на сам продукт, радостный такой вот жадный взгляд на этот продукт. И плюс еще работа вот этого цвета. И получается, что в чистом виде нас воспитывают толчтости. На это странно смотреть. Почему? Потому что у нас менталитет немножко другой. Но тем не менее, нам это показывает. Особенно без работы цвета это действует. Ну, по крайней мере, на молодой уровень оно значило. Или тот же самый бургер кинг. Те же самые цвета, оно более щадящее подачи. Но здесь еще и включается синий. Это одна из триад, которые говорят нам о гармонии. Потому что они очень хорошо между собой взаимодействуют. Желтый, красный и синий. Но на уровне подсознания синий работает на доверие. То есть кроме того, что нас приглашают отведать этого продукта, что нам обещают удовольствие от получения этого продукта, мы еще должны верить, что это и польза, и удовольствие, и все блага для нас. Желтый цвет также очень активно воздействует на левый полушарий главного мозга. Считается, что это цвет левого полушария. Как оно действует? Ну, я думаю, что по школе вы помните, что это аналитический ум. Выстраивание логических цепей, систематизация материала. Желтый цвет с одной стороны успокаивает левое полушарие, а с другой стороны делает его более, скажем так, мобильным, сообразительным. Если, допустим, есть проблема с успеваемостью школьника, каким образом это можно использовать в быту? Допустим, неусидчивый, плохо учится, есть повод задуматься о том, чтобы поменять оформление вот этого уголка, где занимается ребенок. И если его окрасить в нежно-светло-желтый цвет, то со временем, разумеется, это будет не через месяц, не через два, но со временем, он будет более усидчив, успеваемость повыситься. Кроме того, желтый цвет помогает при легких и даже тяжелых психических пространствах. Допустим, если человек в волнительном состоянии, желтый цвет, его из этого состояния начинает вытаскивать. Желтый цвет даже в революции еще использовался для того, чтобы помогать психически больным. И это даже в нашем языке забыли, дома скорби, желтые дома, то есть психиатрические больницы. При определенных заболеваниях, таких как шизофрении, когда человек не может собрать впечатление в единое целое. Желтый цвет помогает это сделать. Поэтому для нас это еще и оздоравливающий. И если мы дальше перекинем мусь символических позиций, если мы будем желтый цвет рассматривать, самых ранних, что такое символ? символы это образ, который отвечает не за самого себя, а транслирует значение на что-то другое. И вот когда мы с вами говорим о символике, мы обращаемся к самым древним слоям нашего бытия. На самых ранних этапах сумма образов, которые складывались в мозгу первогоднего человека, она складывалась в так называемые архетипы. Архетип это первый образ. И они очень устойчивы. Они закреплены у нас на генетическом уровне и путешествуют из поколения в поколение. То, что было заложено на древних этапах, до сих пор нас живо. Ну, для примера, какие варианты можно взять? Первичная триада практически для всех культур. Это черный, белый и красный. что такое белый? Белый это свет, значит безопасность. Белый это молоко матери, значит добро. Это открытость, это благородство. В большинстве случаев белый несет позитивный посыл. Черный, черный тьма, ночь, значит опасность. Это непредсказуемость, это ожидание агрессии, это скрытые угрозы или горе, то есть преимущественно негативное звучание, в чем несет. А красный, красный это жизнь, это любовь, это кровь, как носитель жизни, это огонь, от которого тоже зависит жизнь древнего человека. и вот это первичная триада, она путешествует из культуры в культуру, из века в век. Посмотрим ли мы на древние изделия или на вышивки средних веков, мы всегда найдем ссылку на эти цвета. Так вот, если парами формировать отношения, то красный и белый это жизнь, красный и черный это смерть. Почему во многих традициях ритуалы связаны с поблимением, они, как правило, отношаются к разочным. Если мы с вами обратимся к желтому цвету, вернемся к желтому цвету, с чем мы с вами столкнемся? Допустим, уровень древнего Египта, почитание солнца как главного божества, фараон как представитель неба или сын неба на земле и он главный носитель желтого или золотого цвета. Все атрибуты золотые, украшения золотые и олицетворение идет тоже через желтый цвет. Что происходит в более поздние времена? Мы наблюдаем те же самые тенденции, допустим, становление монархии 17-ми по 17-ми что происходит? Для того, чтобы утвердиться в своем статусе, в изобилии, монарх украшает в себе золото, одежда вышитая из золота, он погружается в среду, которая украшена золотом. Все атрибуты золотые это с одной стороны статус, а с другой стороны ссылка на то, что он тоже связан с высшими силами. Ведь не зря в некоторых традициях было такое понятие помазанное божьей, в частности у нас. То есть это прямая связь с небом. А если мы говорим, допустим, был такой замечательный представитель французской монархической семьи Людовик 14-й. Прямая аналоги с небом, король солнца. И опять обращение к желтому света. В культовых сооружениях желтый и золотой несколько по-разному интерпретируются. Но и желтый и золотой практически во всех мировых конфессиях присутствуют. За редким и редким исключением. Так вот, желтый воспринимается как золотой в культовых сооружениях. То есть материальный цвет золота. А золото воспринимается как цвет духовный или божественная благодать. Здесь идет трансляция смыслов, трансформация смыслов. Но в любом случае это тоже изобилие золота при оформлении культовых сооружений. Если мы будем рассматривать государственную символику многих стран, и там во множестве желтый цвет в плечу, флаги, гервы. Ну, если мы обратимся, допустим, к временам дореволюционным, начиная с середины, ну, и практически до конца 19-го века у нас был монархический хлам. Три полога. Черный, желтый, белый. Что он означает? Черный, традиция эта пришла из Византии. Черный – это держава. Или самодержава. Желтый – это православие, а белый – это чистота. желтый. если мы посмотрим на герб, который до сих пор собственно у нас практически будет в таком состоянии, и он сделан из золотого. Другого авария тоже золотого. Это примеры позитивного использования символики желтого цвета. Вот так же, как и в любом другом цвете, может быть негатив. И многое зависит от того, насколько чист и незамутнён цвет. На уровне средних веков в религиозной символике, не только в православии, в христианстве желтый цвет присвоили иуде. Вы знаете, кто такой. Но цвета его всегда одевали в желтой одежде. Но цвета одежды были всегда дрязновато-сернистой. То есть чистого цвета не было. С тем, чтобы и связи с ней его отлучили. И один из примеров вот это джотто. Это преддверие возрождения. Поцелуум это называется. И здесь мы не можем говорить о чистоте цвета. И кроме того, смотрите сопоставление. Желтый цвет материальный, соотносимый. С золотом здесь сложно соотнести. И золотой цвет божественной благодати. И еще очень один интересный пример, который тянется с начала 19-го века, а трансферуется уже в наши веки. Может быть, даже вы с этой картиной знакомы. Это Эжен де Лакруа. Ее обычно называют «Свобода на баррикадах». Связывают с великая французская революция, то есть концу 18-го века. Но на самом деле она была написана позже. Название ее «Свобода ведущий народ». И по сути дела это восстание против Парал X в той же Франции. У нее в руках флаг Французской республики. Она была обнажена, потому что она готова римнуться на штыки и солдат. И обратите внимание, в какие она одежда идет. Цвет желтый. Почему? Потому что на общепринятом уровне желтый это цвет свободы, изменений, перемен. Ну а дальше можно продолжать этот список. И это начало или первая треть XII веку. А теперь если вы новости смотрите, то во Франции и в некоторых других странах Европейского Союза возникло движение протеста в чумении свободы прав граждан, которое называется желтая жилетка. И те же самые флаги в руках. Правда оттенок желтого другой. Но и мы с вами не в XIX веке. мы другие и оттенок другого. Мы более динамичные здоровья так работаем. А содержание то же самое. Это борьба за свободу, за свои права, но через год. И вот смотрите, символика желтого сложилась в незапамятных временах. Мы с вами прошли через XIX век значение. И до сих пор это значение живо. Поэтому что бы мы ни думали о символике, о психофизиологическом границе, все равно это есть и желательно, чтобы это мы знали. Особенно это важно для профессионалов. Но начинать обучение лучше всего с практики. И для этого у нас есть возможность. У нас есть курс «Творецвет», сейчас он обновляется. Он приобретает более четкие очертания и становится более переведенным в русло практики. Этот курс называется «Колористика». Что такое «Колористика»? «Колористика» это раздел науки о цвете, который на основе практики приводит к правильному пониманию аммонии цветовую и правильному ее использованию в окружающем мире. Курс рассчитан на 16 часов. Достаточно интересно, потому что мы ставим опыты, которые подтверждают некоторые положения теории цвета. И здесь лучше один раз увидеть, чем сто раз прочитать или услышать. Предусмотренные творческие задания. Ну и львиная доля падает как раз на практику, а это самое важное. Почему? Потому что одно дело прочитать, другое дело увидеть и проанализировать. но если вы пропускаете опыт через себя, то это уже совершенно другое отношение к предмету изучения. Потому что это уже объемное видение, и не только знание, но и чувство, и то, с чем можно в дальнейшем работать с цветом. Вот очень важно. У нас линейка курсов постоянно расширяется. Отдельно предлагается читать семинар по психофизиологии и символики цвета. Кроме того, у нас есть семинар магии цвета в дизайне. Он как бы суммирует и одну позицию, связанную с практикой цвета и цвететическую. Я думаю, что вы у нас собрались с практическими целями, или просто, скажем так, познакомиться с нашими возможностями. Можно я немножко с вами познакомлюсь? И у нас очень большой поток и как бы у меня оттуда продажи по этим продажам очень спокойно. Уже знакомы, примерно мы узнаем, что будет продавать что-нибудь за артия, какие-то пожелания будут в магазинах, регионах. Кавказ будет одно, средний план России другой, Дальний Восток, Петя, ну вот как-то как этими потоками руководить в какой-то степени? В общем-то, да, как угадывать цветы и все остальное. Как же есть статистика, наверное, было, какие-то интересные моменты бывают продажи, которые выстреливают. Поняла. Спасибо. А у вас какие интересы? Я пока еще думаю только начать путь в дизайн интерьера. И пришла познакомиться с вашим курсом, с вами. Ну, это для дизайнера интерьера это одна из главных составляющих работы с интерьером, потому что это наше все по большому счету. Вы тоже интересуетесь интерьером? Мы вместе. А, то есть вы представители компании? Нет, мы просто вместе. Понимаете? Мы пришли вместе. Лично в издовье собираетесь? Правильно, да? Вроде такое, да. Понимаете? Спасибо. Как-то это связано с вашей нынешней деятельностью? Да. У меня случилось небольшое выливание, я решила цвет немножко выровнять, в принципе, да? Получилось источивать, да. И просто интересно вообще, как это свое вязание. Потому что в свое время было как-то связано, но зарисованием, поскольку образования нет, и некоторые запеки в общем проходили. А так в принципе наверное интересно действительно использовать это все и как-то менять окружающий мир и свидетельство хотя бы в рамках своей еще как-то что-то где-то выровнять, поднять, распасывать, чтобы вырубили на какую-то красивую, чтобы все обрекали, или все выбирались, еще что-то. Поняла. А вы через среду действовали на проблему или специальным прибором вы же действовали? Вы знаете, я просто картинку искала в интернете, которая как бы меня немножко успокоит, у меня было повышенное давление, там пульсик, это агрессия родника, мне пришлось обратиться к, скажем, гомеопату, а потом чисто в таком душе я поняла, что мне нужно наверное будет компенсировать и вот сейчас комплектор не умеет находиться и развесил там домик оттечи у себя на компьютере поменял вставочек, потому что там нет окно присылал красноватый она чувствовала, что она просто выздоровляет вот посмотрела какая одежда на меня как действует и те, которые красные цвета они у меня ушли уже в состоянии скажем так помоют ведра и ну как бы вот так есть очень интересная книжка световая цветотерапия знаете да вот там очень подробно описывается что и чем корректируется специальные приборы есть которые дают импульсы свет то есть излучаемый цвет действует и они достаточно активно корректируют ситуацию а потом вот чисто получаем много зеленых сидел и то за лестерей посмотрел и то еще зачем то то за телевизором и вот просто на глазах на глазах если первый цвет попадал и прям разлопал в пространстве в секторе мне так это интересно было что в природе я увидела физически как он в жизни вообще ну даже сам то есть вы тоньше видите окружающий мир чем принято считать ну я не знаю вот этот путь я еще смотрю у меня прям спектр шваскаль это вы уже себя натренировали нет так он получается я смотрю у меня он то спектром то белым у меня есть слушатели которые у меня занимаются поэтому я их не спрашиваю а вас что привело на этот симметр графический дизайн графический дизайн продолжение погружения да бесконечно я вам рассказала сегодняшние возможности наших курсов они логически связаны вопросы цвета логически связаны с таким вопросом как основа дизайна дизайн различных управлений таких как рекламы полиграфии графический дизайн дизайн интерьера ну форм дизайн у нас не читается но он тоже транслирует все то о чем мы говорим к цвету давайте давайте послушаем ну я сидела в комнате в пустыне каждому в комнате мы все попали и получили вот пожар так в пустыне конечно в пустыне но но как бы вы начинаете чувствовать просто не себя чувствовать это очень важный момент и я всем советую просто обращайте внимание как на вас цветовоздействует и как вы на него реагируете может быть даже какой-нибудь дневничок будете вести и вы такие глубины увидите которые ни в одних книжках о них не пишут это очень интересно кроме того каждый из нас индивидуал поправка идет именно на это и это тоже очень интересно это будут ваши собственные заметки а может быть вы потом книжку напишите а красный цвет может иметь позитивное влияние для человека потому что я когда надеваю красный мне поднимается настроение это же такое удовольствие получается это звучит кроме того ну старые бабушкины рецепты волошка болит чем нужно волошку задеть красный шар оно быстро проходит против испарительных процессов красную ниточку против давления тоже бумага может быть не в такой степени как по телу но тем не менее помогает может быть у вас пониженное давление и вот поможет снимать за счет воздействия красного цвета я чувствую себя почвы нет у меня внутричерепное наоборот повышенное артериальное среднее ну значит это через удовольствие просто идет можно какие-то локальные процессы допустим воспалительный человек есть он подлечит и чувствуется наоборот потом у нас красный красный да цвет праздник праздники прав это привязано лингвистический уровень то что глубинное из европейского здесь нужно просто индивидуальный просмотр Кроме того, есть градации по темпераменту. Для, допустим, для ассамблений, для холей, красный цвет равно, можете переводиться в подпитке. Есть еще понятие, например, цвету генотипа и фенотипа. Генотип – это ваш исходный любимый цвет, ваш амин. Допустим, если вы холей, это красный, ваш амин. А если вы на данном этапе стали любить какой-то другой цвет, значит, он требуется вам для компенсации каких-то сбоев. А меланхолия какая у тебя? Меланхолия – синий или другой. Для того, чтобы из меланхолии быть – оранжевый цвет, красно-оранжевый цвет. Хотя бы шарик на себя одеть – уже будет хорошо. Вот это мы рассматриваем применительно на нашем курсе изучение теории цветов. Почему они не так? Компенсации. Они цвета дополнительные, условно говоря, предположены в полярности. И если у нас что-то зашпалит, просто включаем цветы дополнительные, мы остаемся. Приходим в гормон. А? И приходим в гормон. И приходим в подхаливную гормон. То, что там требуется. Можно суть вас? Да, да, да. Уважаемые коллеги. Вот я училась в теоретике, значит, первыми. Это действительно интересно. На самом деле. Те люди, которые нарисовали, все это нарисовали. И, ну, это действительно очень долго. И даже если это не нужно для последующих работников, для жизни это лучше. Просто праздник уходит. Спасибо. Спасибо. Поэтому, если вам интересно погружение в цвет, начинайте с практики, а дальше все будет поцениваться. Ну, и внимательно наблюдайте за тем, как цвет нас поглощает, и как мы на это отвечаем. Всего доброго. Большое спасибо. Всего доброго. Всего доброго. Так, это то, что я вам хотела рассказать. Есть ли у вас какие-то вопросы еще? Да. Да. Вот это публика публика. Один вот, если говорить про развития и начальность, это не знаю, но вот говорят, что, допустим, люди, которые лишены зрения, они как-то вот встречаются. Не все. Не все. В данном случае что может иметь место? Это могут быть компенсаторные функции. Ну, допустим, не видит, но потерял зрение не сразу, да, то есть он был зрячим, а потом потерял зрение. И у него устанавливается эта функция через другой орган. То есть он пытается это компетировать. Кроме того, у нас и глаз, и мозг, и кожа выросли, условно говоря, из одного зарубыша, из одного лепестка. Поэтому они по принципу действия, естественно, что с кожей, но в какой-то степени дублируют друг друга. Кожа очень мощно воспринимает электромагнитное излучение всей поверхностью. И, возможно, по ответной реакции идёт и обратный импульс. И вот он разливается, когда, ну, допустим, человек не может видеть. И получается цветное зрение. Ну, я думаю, что мы все этим обладаем. Другое дело, что нам это не нужно на каком-то ритме. Понадобится, но там, возможно, это включится. А может быть, какой-то другой механизм включится. Но пробуждение – это всегда особенно. Сон – это короткая смерть. Мы возвращаемся в этот реальный мир. С этих позиций можно оцениваться. С другой стороны, когда мы с вами погружаемся в сон, это не просто отдых от трудов у коллег. Это подпитка энергии. И здесь нужно правильное положение тела держать, там, севера, на юг, допустим. Правильно соблюдать все, как бы, ну, я не говорю ритуалы. Правильно спать, что я говорю. Мы подпитались энергией. И мы с чистыми глазами, ясными, подпитанной энергией пробуждаемся. Ну, как тут воспрянуть, выплескнуть такую особенную энергию, воспринять. Ну, а восход солнца, мы же с вами солнцепоклонники изначально. И солнце – это для нас всё. Мы дети солнца. Восходит солнце, или просто вот на улице его включили. Хорошо ли нам? Да хорошо. А сейчас? То ли день, то ли неделю. То ли есть настроение, да, что-то делать, то ли его нет. Мы дети солнца. Вот отсюда, я думаю, что вот такое включение идет активно. То есть получается, что если вам дать только глаза, то потом восприятие становится ярче и… Безусловно, да. Есть такое даже упражнение, пальминг называется. Когда вот вы разогреваете надуши, да, особенно это активно работает, когда не стопроцентное зрение. Закрываете так, чтобы вы не касались руками глаз. И в какое-то время их прогреваете. Кроме того, они экранированы от света. И вот когда они прогрелись, активизировались, и вы вдруг увидели, люди вдруг отняли глаза, отняли руки, да, увидели свет, всё будет ярче, чётче. Как будто новым взглядом на всё. Если человек по утрам себя не очень хорошо чувствует, о чём это говорит? Может быть такое, что это не совпадает с его биоритмом, поэтому ему некомфортно. Ну, а вы имеете в виду голубь-совак? Ну, не знаю даже, как их назвать, совой или кем. Ну, что утром как бы нет активности, наоборот, очень даже мало энергии и нет настроения. Ну, здесь много может быть причин. Первое, когда вы ложитесь, если по ту сторону ночи, это должен быть очень здоровый сон, потому что то, что вы берёте от сна до полурачей, практически удовольствуется, если немногократно увеличивается. Здесь, может быть, неудобное спальное место. Может быть, не в своём направлении спите. Может быть, у вас... А, ну, знаете, самое главное, что вдоль меридиана. Вы всегда говорили, что головой на север, но на самом деле, я пробовала на север, не комфортно, или была на юг, всё отлично. Главное, что было вдоль меридиана. Может быть, у вас провать неправильно стоит, на огонь уделения. Факторов может быть очень много. Может быть, вам нужно, допустим, не зашторивать себя к нему, а лёгкие занавесочки повесить и встречать первые лучи солнца. И наоборот, глухая завеса нужна. Здесь нужно поискать. А может быть, это нужно каким-то цветом подлечить эндоприемную систему, потому что она регулирует выработку гормонов, которые отвечают за качество сна и бодрости. Может, конфетку нужно с утра съедать, чтобы всё хорошо есть. Я хотела спросить, а вот действительно, если вот не изучал, например, в родственной школе, никакие книги, да, и вообще отношения к женщине, можно ли разобраться? Конечно, конечно. Очень немножко теории базовой, да, а дальше погружение в работу с северами, то есть с краской учёной головой. И прямо с краской, с дальнейшей работой в каждом часе. Ну, если вы поступаете по однокурсу, то здесь всё выдают. А занятия происходят по годам или по? По годам крайне редко. Это бывает чаще всего у нас сдвоенные занятия, утро, день. Вот перед вами была группа, она как раз абсолютно очень самим занимается. Интервал недели. У нас приходят с очень разным уровнем подготовки. Есть люди, которые только в школе рисовали, а дальше совсем не работали с цветом. Есть люди, которые профессионально подготовленные, уже искушённые, и они тоже что-то своё на нашем курсе находят. Приходите. Я думаю, что вы не разочаруете. То есть в любом случае чуть лучше, чуть интереснее может быть, разнообразнее пусть воспринимать в инвестиции. Я просто вижу, как происходит в квартире, например. Перегрузили чёрным код. Может, расскажи тоже раз. И всё. У меня ощущение, что там убирали. Но мне там пришло... Вполне возможно. Я не любых роботов, как в футболе. Пришла в своём, для жёлтых, рассветлых и разговаривания. То есть как бы выскоряло, ну, так и все обстоятельства. Я думаю, наверное, что вы на это не можете... Он может быть у кого-то переизбыток энергии, и он может отдавать вот этой чёрной дыре этот избыток. А кому-то в самый раз. Потому что там человеку хорошо, потому что там, очень по-разному. Я просто скажу тоже в аудитории, я очень боялась сети учиться, потому что я даже после института нигде не училась. И думаю, как? Вот в области идти учиться. Я пришла сюда в полном восторге от того, что я здесь устроила. Это атмосферы. Ну и вообще от всего процесса это полный восторг. Вы просто не представляете, как здесь приятно учиться. И насколько здесь все преподаватели очень квалифицированные и очень много дают слушателям. Просто космос какой-то. Я в таком восторге. Я изменила свою жизнь. Так что всем поможет, желаю. Спасибо вам огромное. Всего доброго. Удачи. А что вы говорите? А что вы говорите? А помните, что он начинает. Сейчас я посмотрю расписание. Так, вот у меня заочники спрашивают, почему курсов данного типа нет в режиме вебинара. На следующей неделе мы запускаем обновленный курс, который позволит учиться по вебинарам. Единственное условие, чтобы вы постоянно выходили на контакт с преподавателем, выполняли добросовестно все самостоятельные работы, потому что только через практику можно достичь понимания цветовой гармонии. Вот при таких условиях в вашем усердном отношении к делу вполне можно полноценно обучаться по вебинару. Так что со следующей недели вот этот проект, он запускается. Обновили. Так, я на какой-то вопрос не ответила. Или ответила. С какого числа начинается? С какого числа начинается? У нас есть варианты обучения какого свойства. Есть открытое обучение. Когда вы приходите сюда в присутствии преподавателя, который может ответить на все ваши вопросы, вы прослушиваете вебинар, наушники просто сидите, выполняете задание и, собственно, будет контроль преподавателя. Это первый вариант. Это называется открытое обучение. То, что касается обычного способа обучения. Так, мы сегодня сейчас посмотрим. Так, теория цвета. 20, так, 23 марта ближайшего года. Хотели увеличить количество часов. Пока об этом речи нет, но в качестве, скажем так, дополнения можно просто рассматривать располагаемый семинар на тему психофизиологии и символики. То есть это просто как дополнительный вопрос. Об увеличении пока речи нет. Хотя очень хотелось бы, чтобы это было более подробно. 23 марта – это суббота, а второй – это два дня в неделю, да? Нет, один раз в неделю. А, один раз. Две встречи, да, две встречи. У нас в основном идут субботние и воскресные группы в таком сдвоенном характере. Две пары. Неделя вполне достаточно для того, чтобы все обязательные задания выполнить. Ну, даже если вы не укладываетесь по времени, можно потом переслать по почте, соответственно, в любом случае я прокомментирую. Еще раз. Нет, это только ручная работа. Только ручная работа. Вы с красками работаете, с палитрами, с листом урана. Начинаем с самых азов. Сейчас в новый проект включены даже разделы, когда мы начинаем знакомиться с цветом, с самых-самых азов, потому что к нам приходят люди, которые не знают, как получить, допустим, нужный оттенок, при смешении каких-то цветов, которые получились. Такая расписка идет. Соответственно, вот это. Дальше идет освоение на практике основных кассистик цвета, а дальше переход к пониманию гармонии. И мы на практике до гармонии доходим. И вы почувствуете какое-то удовольствие. Здесь уровень начальный не так важен. Самое главное, потому что было ваше желание. А все остальное, это уже мое стимулирование и ваше добросовестное выполнение в работе. Какие еще у нас есть вопросы? Вы хотите дать сертификат? Да, даем сертификат. У нас есть разные варианты обучения. Допустим, вы просто на один курс приходите, и тогда это будет сертификат. Или вы включаетесь уже в более системное обучение. Это так называемый дипломный курс. Это ряд курсов сгруппированных. И тогда вы получаете уже удостоверение о перепрофилировании, если вы этого хотите. Ну и туда будет включен именно этот курс. То есть как для тех, кто просто интересуется этим вопросом, так и для тех, кто профессионально этим хочет заниматься. я хочу вернуться к тому, что ранее обсудили. Вы сказали, что красный для алкоголиков, цвет, да? Правда? Это синий для меланхоликов. А зеленый есть для кого? Да, фрегматик. А фрегматик это кто? Потому что я читала определение, мне не вполне понятно. Это танк на засаде. Танк на засаде. Это человек потенциально очень энергичный, имеющий много возможностей, но его нужно расширить, расширить для того, чтобы он стал действовать. То есть очень просто. Вообще понятие темпераментов, оно было заложено еще на уровне пятого века до нашей распадачи гиппокрытых. И тогда он немножко другое имел в виду. Не то, что мы сейчас имели в виду. Тогда он со стихиями природными связывал темпераменты. И он говорил о том, что холерик желтый, а сангвиник красный. На уровне средних веков это поменялось. И привязка уже не к природным стихиям началась, а к внутренним жизненным энергиям человека. Допустим, сангвиник, самую кровь, изначально так и осталось название, а сейчас считается, что этот рост, по сути, сангвиник и желтый. Ну, действительно, сангвиник легкий, открытый темперамент, такой человек праздник, и желтый с его легкостью. И подвижность, он, наверное, более оправдан, применительно в сомнении. Холерик, холи, желчь. Значит, цвет желтый, да? Нет. А холерик сейчас носит красного цвета. Ну, это действительно, самый импульсивный кондиционер. Меланхолик. Меланхолик. Черная желчь. То есть, изначально цвет был автоматически черный. А потом, когда стали переходить на фронтические цвета, ему отдали цвет голубой и синий. Ну, и флегматик, флегма, это, по сути, дело слизь, это бесцельная жидкость. И цвет был белый, изначально. А потом, он делит и зеленый цвет. Потому что, дело в том, что у нас в чистом виде темпераментской фонарии представлены. Или это будет дико совершенно, в конце. Поэтому, мы весь букет в себе несем, но что-то преобладает. Так что, на какой волне и что проявится в большей степени, здесь можно просто. Какие у нас еще есть вопросы? Получается, два занятия, две встречи, четыре занятия, по две времени. 16 часов, вообще сложности. Ну, там поменьше, у нас академический час 45 минут, соответственно, поменьше. В общей сложности у нас 3,3 часа, если астрономически считать. Но это предполагает серьезную работу дома, самостоятельно, потому что абсолютно все сделать в аудитории не удается. Материал очень обширный, и, соответственно, если собираетесь к нам, рассчитывайте, что вы и дома будете все обработать. Как? Сколько же. Ну, кто же может сказать? Это зависит от начальной подготовки, от того, насколько вы проникновенно относитесь к делу. Кто-то сидит, как по 20, по 30 минут замешивает краску, чтобы потом один мазок нести. Кто-то быстро все делает. Это, я могу сказать, невозможно. кто у вас там соучаствует и сочувствует будет. Детки будут участвовать. Это все очень индивидуально. А на почту и на культивном приеме когда вы приходите к нам на курс, у вас открывается личный кабинет. И вот там собраны все необходимые дела, и просто еще немножко больше то, о чем не удается в процессе курса поговорить. И библиография там, соответственно, есть. Это уже такой веерный раскрытый текст. Подумайте, я очень рада буду вас видеть, особенно буду рада видеть тех, кто пойдет потом в интерьер, потому что у меня проживо такое, создание гармоничной среды. Приходите. В любом случае, даже если вы профессионально этим не будете заниматься и никаким боком это в вашей профессии не примкнет, в любом случае, я думаю, что вы немножко уже будете понимать воздействие цвета, ну и немножко ярче будете воспринимать окружающие. Буду рада вас видеть. Спасибо. Спасибо. Так, мы с вами сейчас разберемся. Я не хочу. Так, уважаемые заучницы, есть ли у вас вопросы? Новых вопросов я не вижу. В любом случае, приглашаю вас на наш курс теории цвета фалористика. Отслеживайте расписание на нашем сайте и давайте вас узнаем. Всего доброго.